Каковы ключевые изменения? Прежде всего, это связано с самоизоляцией и с уменьшением количества впечатлений, которые получает наш мозг в рамках своей обычной жизни. Мы про это так особенно не думаем, но правда состоит в том, что мы сами того, хотим мы или не хотим, какая разница, что мы хотим, мозгу нужны впечатления, и он постоянно вписывается во всякие разные мероприятия. Где-то ходят встречи, где-то в какие-то активности, реагируют в кино, домино. У каждого человека свои способы развлекаться и искать впечатления. Поездки у кого-то, у кого-то шумные компании, у кого-то с детьми что-то, кто-то бегает трусцой. У всех набор всяких разных мероприятий, который питает наш мозг и дает ему новые впечатления. Впечатления эти, это не просто психологическое воздействие, это психическое воздействие. Потому что если мы говорим про клетки ретикулярной формации, то да, они являются водителями ритма и сами производят нервно-психическое напряжение, но однако же они его производят комплементарно объему внешних раздражителей. То есть если вы находитесь в ситуации, когда на вас мало воздействует каких-то внешних факторов, то, соответственно, ретикулярная формация меньший уровень психической энергии генерирует. Если вы находитесь в ситуации, в которой много разных новых впечатлений, переживаний и так далее, ретикулярная формация больше генерирует нервно-психической энергии. Значит, мы все оказались в ситуации дефицита вот этих вот раздражителей. То есть мы привыкли, значит, к определенному такому своему психическому тонусу, к определенной своей психической активности. И тут нам бац сказали, знаете, ну раздражителей будет меньше. Вот. И мы, соответственно, все испытали, это первая была особенность, такая специфическая, я бы ее назвал а-ля сенсорная депривация, да, значит, ну, как аналогия. Значит, второе составляющее – это изменение структуры социальных отношений. Значит, ну, оно касается многих вещей, начиная вот с такого очень примитивного, да, когда другой человек предполагается как источник заражения, то, ну, автоматически у вас формируется такая где-то тревожность, где-то просто… Ну, просто у многих это доходило до состояния просто клинической тревоги. Вот. Но в целом вот это ощущение дистанции, социальная дистанция, да, снижение уровня доверия, который возникает между людьми, автоматически, как только увеличивается дистанция между ними. Если вы людей засунете в бочку, то уровень доверия между ними будет выше, чем если вы их распределите по углам, значит, большого вот пространства, в котором я сейчас, например, читаю лекцию. Да, поэтому второе существенное изменение, кроме вот этой а-ля сенсорной депривации, стало, значит, увеличение степени недоверия между людьми. Вот. Оно диагностировано, его смотрели, значит, по куче всяких разных параметров в разных странах. Уровень доверия снижается, и, значит, он становится тотальный, он снижается как средством вообще медийным любым ресурсам, он снижается в отношении социального взаимодействия, там и так далее. Значит, снижение чувства доверия – это, как вы понимаете, травма по иерархическому инстинкту, социальному инстинкту, снижение доверия – это увеличение, соответственно, вот такой социальной тревоги. Вот, значит, это вторая составляющая, крайне существенная. Третья крайне существенная составляющая связана с особенностью организации работы, при которой, ну, вот в новом этом мире с большим количеством удаленки, с большим количеством всяких зумов, там и так далее. То есть вот я сейчас, так бы я эту лекцию читал в тройке, как мы называем кабинет, вот, сейчас я его читаю в «Космос», «Космос», «Инстаграм» и так далее. Вот, поэтому, да, вот это вот изменение. И дальше это случилось, вот это изменение привело к тому, что у нас рассыпались временные графики. Значит, что такое временной график? Ну, вы понимаете, есть всякие разные биоритмы, там и так далее, и так далее, и так далее. Но на более сложном уровне организации, значит, у нас есть, во-первых, гормональный, не гормональный, но гормональный тоже в каком-то смысле, но нейромедиаторный обмен. То есть у нас, там, условно говоря, там, серотонин и мелатонин – это два нейромедиатора, которые влияют на нашу психическую активность и деятельность. Вот, и они являются в каком-то смысле антагонистами, потому что мелатонин происходит из продуктов распада серотонина. Вот, и они вот так взаимосвязаны. И, соответственно, что происходит? У вас в течение ночи накапливается серотонин, вот, значит, вы бодро просыпаетесь, вот, живете, а в течение дня, значит, вот это, как бы, сказать, у вас его становится меньше, дальше у вас накапливается мелатонин, и вы засыпаете. Ну, то есть, вот, условно говоря, постоянно переворачиваются часы весов. Вот, да, что я говорил. И теперь представьте, что у вас начинается, что у вас никто не контролирует, что вы встанете в 7 часов утра, что вы, что вы, этот, как его, ляжете во сколько-то там и так далее. То есть, у вас нарушен временной график. Почему? Потому что вы работаете дистанционно, вы, вам нарушилось время, вам могут назначить встречу или позвонить в выходной, потому что уже непонятно, где выходной, где не выходной, с утра могут позвонить, в ночь могут позвонить и так далее. И вот это вот, и дома, когда вы находитесь, например, и какую-то берете работу на дом, работаете фрилансером, работаете на удаленке или, ну, как бы, еще что-то, то вам нужно научиться разделить, где у вас дом, где у вас работа, где у вас отдых, где у вас работа по дому и так далее. Если обычный график жизни, да, с выходами на улицу, с приходами там и так далее, он структурирует вашу жизнь и весь набор динамических стереотипов, объема нейромедиаторов и так далее, и так далее, он работает в некой цикличности, да, вот, что позволяет, в общем, системе работать хорошо. То дальше, из-за того, что все границы времени в рамках суток, недели, месяца плывут, значит, собственно говоря, поверет психическое это. То есть, давайте, сенсорная депривация, меньше раздражителей, меньше разнообразных раздражителей, я добавлю, потому что, конечно, там, уровень потребления видеоконтента сильно увеличился, там, порнохаб, понимаете, бил рекорды, пока его не защучили, понимаете, за всякое безобразие. Вот, да, короче говоря, да, потребление контента было больше, но это однообразные впечатления, понимаете, на порнохабе, я прошу прощения, ну, сколько может быть вариантов этого дела? Я при всем уважении, значит, к творчеству сексуальному, ну, я прошу прощения, это что, разнообразные стимулы, что ли? Вот, ну, так все, вот, да. Ну, это я шучу, но правда состоит в том, что мы действительно потребляем один и тот же контент, и форма потребления одна и та же, да, обычно жизнь, вот вы пошли там, попали в аварию, например, вот, милиция приехала, вы разбираетесь, поехали, понимаете, это новый контент, необычный, нестандартный, так сказать, новые впечатления, движуха, понимаете, ретикулярная формация делает вот это вот. А что вы там один сериал посмотрели, второй сериал, третий посмотрели, ретикулярная формация уже все, уснула, устала, легла под диван, там, и так далее. Значит, и вот, ретикулярная формация под диваном, растет социальное недоверие, и вообще непонятно, как с этими людьми разговаривать, потому что они все время в 2D, что, в общем, крайне нетипично, не пощупаешь, это-то все. Дома, если кто-то оказался на самоизоляции, то, ну, мы проводили исследование, вроде как, многие говорят, ну, относительно многие, там, порядка 25-30% говорят, что их отношения с близкими улучшились, вот, я все-таки подозреваю, что это вот, они жили на разных территориях. Это вот, если родители живут, нельзя ездить, чтобы не заразить, думаешь, господи, какие хорошие мне родители, родители пишут, господи, какие вы хорошие, все, вот, но это до момента все-таки коммуникации. Вот, да, ну, в общем, уровень бытового насилия увеличился, там, и так далее, то есть внутри дома все висят друг к другу на ушах, дети, которые перешли на дистанционку, значит, родители вообще в таком объеме детей не видели уже давно, вот, и тут, значит, мне понравилось, Цицкоридзе тут, значит, высказался, говорит, его спрашивают, вы к вам как к пандемии? Он говорит, да, все блестяще, вот, он говорит, сижу дома, ничего не делаю, там, и так далее, ему говорят, ну, а как вот студенты, там, вот это все, он же ректор, вот, он говорит, а, говорит, да что, очень хорошо, вот, чтобы, значит, эти дети оказались у своих родителей, и родители поняли, какую наглую, значит, эту школоту бессовестную, ничего не умею, наглую вообще, просто, чтобы они с них и все, вот, и поимели. Ну, действительно, современные дети достаточно, как сказать, в общем, доводят учителей, вот, да. Ну, теперь они чуть-чуть больше родителей, да, но это я к тому, что социальное доверие падает, внутри малых кругов напряжение растет, финансовые трудности это напряжение усиливает, и, значит, графики смещены, все порублено, там, и так далее. Это один большой кейс. Второй большой кейс, значит, связан просто с системой адаптации. Значит, пришла пандемия, вот, я говорю в этом, в инстаграме, в инстаграме говорю, ну, это надолго, говорят, ну, аккуратно так, говорю, надолго, уже годик, там, может, полтора, вот. Кто это слушал тогда? Все ждали, что она сейчас, раз, все, пандемия пройдет, а что, все же болели тут, чихали, чихали, перестали, все, что, ну, вот. Да, и проблема, связанная с временной адаптацией не в смысле ритмов, да, суточных, недельных и так далее, а в смысле адаптации с точки зрения адаптации к некой ситуации. Вот, условно говоря, вы, у вас начинается отпуск, да, вы же адаптируетесь, у вас не сразу начинается отпуск, вы сначала, вы начинаете тормозиться, вы уходите в отпуск, у вас такое торможение наступает, вот. Вы так тормозитесь, потом начинаете, все вам не нравится, потому что хотели нормальный отпуск, а это какое-то говно, вот, значит, дальше вы уже думаете, а, ну, что, уже, что есть, то есть, жгем, наслаждаемся, вот, и тут только начали наслаждаться, это плата адаптации, если кто не понял, вот, кризис, что надо возвращать, не хочется, егай, работать здесь, все, это такой хороший отпуск, вот. Почему так вначале не думал, да, так вначале не думал, потому что еще бы не было адаптации к нему. Значит, кривая адаптации, значит, она характеризуется кризисом на входе, платой адаптации кризисом на выходе, ну, там еще бывает недовый месяц, вот, но неважно, это детали. В общем, короче говоря, два кризиса, в первый, третий и в последний, пятый. Кривой, вот, да, про что я рассказываю, да, про кризис, вот, и дальше нам говорят, слушайте, когда там, говорят, в марте все закроем, 18 марта, вот, и сейчас до мая, ну, все такие, ну, все, мы сейчас, кризис, вот, потом только адаптировались кризис, что май наступает, а в мае говорит, слушайте, еще, и вот это все, и только все думали, летом все наступит, они только летом разогнались, понимаете, бабах, опять вот это, и мы вот только пытаемся какой-то план жизни составить, чтобы пострадать на входе в него, адаптироваться к нему и пострадать на выходе, вот, у нас такое вот получается, вход-выход, 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 вход-рубль, выход-два, вот, как черномординый сказал, Виктор Степанович, как правительство говорит такое, это вход-выход, вход-рубль, выход-два, да. Вот, короче говоря, вот большой кейс, и сейчас непонятно, к какому времени адаптироваться, то есть, когда вообще жизнь вернется в нормальное русло, вернем, что будет представлением нормальным руслом, с учетом того, что мы понимаем, что пандемия, это фактор внутри огромного количества факторов, да, то есть, оно увеличивает, например, стресс, стресс приводит к тому, что там возникают какие-то социальные явления дополнительные, более там сильные, пандемия приносит, приходит к экономическому кризису, экономический кризис вызывает другие параллельные процессы, плюс существуют там, условно говоря, электоральные циклы, плюс существует там еще черт знает что, нефть ходит туда-сюда, пошла, приехала, понимаете, вот, то есть, все это вместе, вот, одно другое, и дальше вот ждем, где будет, так сказать, пройдут ли все волны, не войдут ли в резонанс, вот, потому что если войдут в резонанс, дальше начинается веселье, этот, как его, я помню, 91, 93, 98, 98, как вспомнишь эти, лета, так сказать, да, бывает живенько, так, про что я рассказывал, я рассказывал про, вот, значит, я к тому, что если вы сейчас как-то себя не очень хорошо чувствуете, вот, не тревожьтесь, это нормально, вот, мы неизбежно сейчас переживаем вот такой системный стресс, вот, он не смертельный, вот, он не катастрофичный, более того, вакцина, понимаете, то есть, опять-таки десятые, в целом, где-то там брежет, брежет какая-то новая история, вот, в любом случае, все будет зависеть, нет системных процессов в каждой отдельной жизни, а оно будет зависеть от наших собственных, наших собственных здравостей, мозгов, нашей мыслительной деятельности, насколько мы способны эффективно управлять собственными эмоциональными состояниями, насколько мы хорошо понимаем то, что с нами происходит, насколько у нас эффективные модели, как бы, объяснения наших состояний, да.